Придяй, нельзя прилететь, вы признаёте, что выводы состоятся. На самом деле произошёл конституционный переворот. Я попросил прощения у граждан Российской Федерации за то, что 26 марта 2016 года голосовал за Владимира Владимировича Путина. Был молодой и неопытный. Сказал, что не стоит ходить на следующее якобы общероссийское голосование, таковой процедуры не существует по закону вообще. Самое интересное, что в этих указах президента о общероссийском голосовании говорится, что они будут одобрены именно благодаря вам. То есть потом, когда вы проголосуете, значит они будут утверждены. Соответственно, если вы придёте, возьмёте великень, в любом случае, чтобы не поставив против зали, нарисуя чёрта лысого, вы соглашаетесь с тем, что эти выборы по закону. На меня напал сотрудник в форме, без всякого предупреждения или вопроса, не представился на частной территории гостиного двора торгового центра. То есть это не было какое-то публичное или административное место. Никому я не мешал ни проходу, ничего, никому не угрожал. Займитесь чем полезным в жизни. Так мы занимаемся. А вы чем-то занимаетесь полезным? Мы, да. Все равно я знаю, герои. Значит, меня доставили сначала в камеру метрополитена, никак меня не оформив, не предъявив никакого объяснения. Затем примерно 40 минут мы стояли у гостиного двора. В этот период, насколько я помню, сержант Маможин, он как раз который меня задерживал, и он протокол оформлял, по своему личному телефону просил найти кого-то, чтобы написали заявление, что якобы я нецензурно выражался. По итогу 5,5 часов я личных провел в отделе вместо трех положенных. Ничего не уменили, просто писали, что якобы я нарушил законы об ограничении публичных мероприятий, там, зрелищных, культурных и все остальное. В общем, что якобы я нарушил поднимевшую обстановку.